По уши погрязший в политике начальствующий епископ Росхова Е. Сергей Виховский, комментируя обращение украинских протестантских церквей в адрес епископа Ассоциации Церквей Слова Жизни Мацула Исхайл, заявил, что в отличие от украинцев он вне политики. От нас пытаются требовать то, на что мы никогда не пойдем. Мы, российские граждане и патриоты своей страны. И в отличие от наших братьев на Украине, мы вне политики. Напомним, что именно заявление Сергея Виховского, сделанное им на круглом столе, главного политического актора Государственной Думы Российской Федерации 29 марта 1922 года, стало триггером раскола. В своем заявлении Виховский признался, что действия России в отношении Украины продиктованы исключительно христианской любовью. Он также высказал единство с другими так называемыми духовными коллегами по религиозному цеху. Один из них, муфти Чечни, призвал отрезать головы шайтанам, находящимся в Украине. Эти слова Сергея Виховского произвели взрыв обсуждений в социальных сетях. Вначале Виховский даже отказался от сказанного им в статусе главы РосХВЕ, пояснив у себя на YouTube-канале, что высказанное им является частным мнением. Он утверждал, что на официальном мероприятии, где его представили со всеми регалиями, он выражал мнение исключительно как физическое лицо Сергея Виховского. Сейчас Виховский осмелел и вновь начал говорить от имени РосХВЕ, обвиняя украинских верующих в политических играх. В комментариях, размещенных в ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза, он говорит от лица всех протестантов России. Сергей Виховский уже давно превратился в марионетку Кремля. К нему даже официально приставили сотрудника ФСБ в статусе главного советника, как он утверждает, что бывшего, зарплату которому платят братство. Поэтому, скорее, его высказывание следует расценивать как позицию не протестантов России, а как позицию спецслужб. В целом очевидно, что в РосХВЕ происходит раскол, в котором главную роль играет сам начальствующий епископ Сергей Виховский. Диалог он вести не собирается, а только усугубляет плачевное состояние некогда перспективного союза.